Снервованность, перелик, стресс. Снова стряснилось. Что-то сердце погано. Тримай Курвалмент. Курвалмент. Швидкая допомога вашему сердцу. Поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области. Чтобы понять, что сейчас действительно происходит в Кремле, нужно лишь следить за Васильичем, а точнее за его риторикой и манерами. Когда все хорошо, то он ведет себя как самоуверенный гопник из 90-х. А когда все не совсем хорошо, то он как сопля. ВСУ на танках называют бандитами, а оккупацию более ста населенных пунктов Курской области провокацией и мямлит о миролюбивости. Поэтому уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Именно в Курскую область и с их попытками дестабилизовать ситуацию в пригранище в целом. Украинская армия захватила более 1200 километров квадратных территорий Курщины. У Путина это провокация. Российские оккупационные войска захватили 200 квадратных километров в Донецкой области. У Путина это главный участок наступления. Это говорит тот, кто приказал ударить по мирным украинцам сотнями крылатых и баллистических ракет и шахедов лишь за последние несколько дней. Путин впервые за 10 лет решил посетить один из самых бедных регионов России – ТВУ. И один из самых опасных. Вот посмотрите фото. Жизнь в республике выглядит примерно так. Но основная цель визита – не разбираться с этой грустной ситуацией. Хоть совещания с местными властями у него и запланированы, есть задача поважнее – провести в одной из школ Козыла разговор о важном. Рассказывать детям про величие России, патриотизм, ужасный Запад и нацистов в Украине. И, видимо, чтобы дети прониклись и поняли, что война – это нормально. Чтобы парни обязательно пошли воевать после школы. А в ТВУ я напомню – один из самых высоких уровней смертности на войне. Вот что про военных из республики он сказал на этом уроке. Около 10 тысяч жителей республики ТВУ принимают самое активное участие в специальной военной операции. Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас. И умолчал, конечно, почему люди вообще решили пойти на войну. Не говорит о том, что они живут в безнадеге и бедности. Столько, сколько можно заработать на фронте, в республике не заработать никогда. К фронту, кстати, школьников готовят по всей стране. В Архангельске, например, на опразднование 1 сентября детей учили собирать автоматы. Вместо учебников и полезных книжек – оружие в руки. А вот школьники Кузбасса пришли на линейку с табличкой «Первый Z-класс». Кузбасс – тот самый регион, где в официальных сообщениях власти начали писать его через Z-ку. Вот такой первый раз в первый Z-класс получился. Никакой безопасности для детей и перспектив, только война и на себе – это уже ощущают школьники из Курской области. Из 116 тысяч очно будут учиться только 20%. То есть чуть больше 20 тысяч детей будут в потенциальной опасности неподалеку от зоны боевых действий. Сам же Путин после визитов в ТВ отправился в Монголию. Перед поездкой он уже дал интервью в монгольской газете, где рассказал удивительную сказку про свободу прессы в стране. По его версии, у нас абсолютно свободные СМИ, потому что это гарантировано Конституцией. А вот на Западе – настоящая травля России. Видимо, из-за этой самой свободы слова и прессы из страны выдавили всю независимую журналистику и тех, кто говорит правду о войне. Ну и помимо стандартного бреда про Запад, Украину, он пообещал стране поставлять газ и топливо со скидкой. Аукцион такой щедрости, когда внутри нашей страны ценники на бензин уже два года подряд бьют все рекорды. И новость с Камчатки. Там на днях пропал вертолет Ми-8 с туристами на борту. Он летел с площадки в районе вулкана Вачкажец. Все 22 человека погибли. По данным МЧС, вертолет врезался в сопку. В Петропавловске-Камчатском уже появился стихийный мемориал. А завтра в регионе объявлен траур. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? 158 беспилотников прилетели в ответ. После того, как Россия 26 августа ракетами обстреливала Украину. Кому это все нужно? Кроме больного на голову старика, который решил войти в историю, как Петр Первый. И его дружков, которые миллиарды зарабатывают на войне. Никому. Военные преступники награждают мародеров и убийц. Им заранее замылили лица и на монтаже вырезали имена и фамилии, чтобы никто не догадался, что именно они натворили. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, награждаются. Знаком отличия Ордена Святого Георгия Георгиевским крестом 4 степени. Сержант. Медалью за воинскую доблесть первой степени награждается младший лейтенант. Для сравнения, вот так награждают военных в Украине. В чем сила, брат? Кто сильнее лица замылил, тот и сильней. О! Один из пропагандистов. Уже с фингалом под глазом. Вы сказали, что половина населения даже не воспринимает специальную военную операцию. А вы как думаете, почему они не воспринимают 50%? Они считают, что у них хата с краю. Я ничего не знаю, пусть за меня кто-нибудь все решит. А можно я свой ответ скажу? Скажите. Это очередная глупость. Это базарная точка зрения. Потому что вам надо доказывать, кто и на кого напал. Мы ни на кого не нападаем. То, что слева, я смотрю, себя уже потише ведет. Уже с пеной у рта никому ничего не доказывает. Санитарные дроны атаковали Тверь. Почему-то стреляют. Не просто так стреляют. О, 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 летит. Да, вот летит дрон. Вот он летит. По нему стреляют. Местные паблики сообщают об атаке БПЛА в районе Мигалова. Под ударом, предположительно, военный аэродром. Охереть. На обнародованном видео видно, как российские военные пытаются сбить ударные дроны из стрелкового оружия. Они его еще сбить не могут. Позже в этом же паблике отчитались, что беспилотник вроде бы был успешно сбит. Российские власти пока не комментировали информацию об атаке на российский аэродром. Не попали вообще ни разу. Расстояние до объекта от украинской границы примерно 512 километров. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Аэродром Мигалова входит в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации России. Там базируется авиационная эскадрилья самолетов Ан-22. Единственное в РФ структурное подразделение, эксплуатирующее самолеты этого типа. Аэродром активно используется. Почти все самолеты и вертолеты заходят на посадку над центром Твери. Также вблизи областного центра есть посадочная площадка гражданской авиации «Змеева». Наше ПВО лучше в мире. Оно глубоко эшелонировано. Но тут Украина выступила с инициативой. Значит, Зеленский сказал, у нас есть такая ракета баллистическая, полетит на 500-700 километров. Если мы начинаем разбирать ракету, это у них был перед началом специальной военной операции проект оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Заявляла, что он полетит на 500 километров, но не хватало комплектующих. То есть есть такая ракета? Называется она «Полоница». Но «Полоница», как угодно ее называть, это «Гром-2» был проект такой, который не работали, но из-за того, что не хватало некоторых комплектующих, они его не завершили тогда. Но я думаю, сейчас немножко подработали. Поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области. А до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. И расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно. И прежде всего это касается наших людей. Люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. И теперь они проверят очередную красную линию. А если полетит не НАТОвская ракета, а полетит Украинская на такую, какая будет реакция Москвы? У меня все в более и более сложные вопросы погружаете. Мы видим процесс, когда закулисная сделка между Россией и США, видимо, очень близка была к финальной точке. Потому что начались уже переговоры прямые между Россией и Украиной. Сначала договорились русские с американцами, потом начали загибать салазки украинцам. В Катаре, в частности, сорвали одну из стадий этих прямых переговоров. Интересно, конечно, кто представлял Украину. Я думаю, украинцам это интересно. Кто там за спиной украинского народа, о чем-то там договаривается с Россией. Но сам факт, это уже абсолютно несомненная вещь. Идут переговоры уже на очень далекой уровне, на далекой стадии согласования. Я думаю, что на этой стадии границы будущие уже определены в Черне. И я думаю, что Украина с этим не согласилась. И не только Украина, но и те группы, о которых я говорил на Западе, которым нужно продолжение войны. И поэтому было предпринято наступление в Курской области. Ограниченное наступление с большим пиар-эффектом. И вот сейчас вот идут заявления очень интересные Зеленску. Он требует оружия, чтобы бомбить Петербург и Москву. Абсолютно понимая, что в ответ будут налеты совершенно другого уровня на Киев и на Львов. По сути, ни Киев, ни Львов всерьез еще не подвергались ударам. Потому что у России есть ракеты, которые Украина не сбивает совсем. Там процент сбитий близок к случайности. 0,20% этих ракет сбито. И их можно оснастить боеголовками совсем другой мощности. Как бы просто констатирую факт, что позиции обостряются. И, соответственно, надежда на то, что в близком будущем ситуация может быть разрешена, она есть. Но она не очень большая. И проценты вероятности все время колеблются. Повесточка все время меняется. Мы не знаем, до чего они договорятся в ближайшем сентябре и чем это все кончится в ноябре, когда будут выборы в США, как они кончатся. Поэтому прогнозы о сроках невозможны. Война может закончиться при некоторых поворотах событий до выборов в США. С большей вероятностью серьезные переговоры начнутся после этих выборов. Причем независимо от того, кто там победит. И в этом случае прекращение военных действий, вероятно, будет происходить, когда распутятся, просто и физически их сделают невозможными. То есть это где-то ноябрь, декабрь, вот так вот. А дальше уже переговоры. И из них, если договорятся, то война закончится. Если нет, то она возобновится. Только и все. Ну, посмотрим. А на каких условиях тоже сейчас определяется. Потому что, я думаю, что то, о чем договорился Байден с Путиным, не устраивает Украину. И те группы на Западе, которые требуют гораздо более жестких действий против России. Настоящие группы, которые понимают, что Путин надо остановить здесь и сейчас, а не давать ему съесть часть Украины. Соответственно, вот какая из них победит линии, из этих линий, я пока сказать не могу. От этого будет зависеть, в том числе и условия, на каких будут. Очевидно, что углеводородный, условно говоря, блок будет требовать снятия санкций с России на экспорт нефти и газа, прежде всего, и на все банковские операции. Потому что иначе им Россия не нужна. Соответственно, вот это почти наверняка будет при любом варианте событий. Территориальные границы вообще не имеют никакого значения, потому что, с точки зрения большого бизнеса, кусок, сожженный кусок Украины, это вообще не актив, а сплошной пассив. Он никому не нужен, поэтому его бизнесмены отдали бы противнику. Но поскольку в России не бизнесмены управляют, а свихнувшиеся какие-то маньяки, то они, видимо, эту сгоревшую территорию будут наставить, чтобы Россия ее заполучила. Зачем она ей, я не знаю. Но это посмотрим, чем это все закончится. Так что пока сложнее сказать что-то более определенное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok